Дай почитать Добрый день! Это программа «Дай почитать» и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра «Нас с Паской», но здесь, в радиоэфире, я говорю о книгах. Приближается Новый год. Все охвачены легкой праздничной истерикой. Она связана не только с абузой срочных годовых отчетов, но и с непременной обязанностью накупить для всех близких новогодние подарки. Страсть к подаркам у наших соотечественников почему-то компенсируется неизобретательностью выбора. В ход идут совсем уже запрещенные вещи, вроде пластмассовых или керамических фигурок новогодних тотемов. Их дарители, я уверен, за каждого такого Деда Морозика или змейку в колпачке получат в свое время по пригоршне раскаленных углей. Дорогие радиослушатели, я спешу напомнить о том, что лучшим подарком последние 560 лет остается книга. Также я напомню, что лучший подарок – это же та вещь, которую человек вряд ли купит себе в повседневной ситуации. По данному параметру книга тоже является идеальным вариантом. Не так много людей регулярно посещает книжные магазины или заказывает новинки на Озоне. Итак, вы решили подарить книгу. Перед вами открывается бесконечное количество вариантов доставить радость другу. Скажу лишь о некоторых из них. Самый радикальный – электронная книга. В последнее время линейка электронных книг стала настолько широка, что вы легко сможете найти подходящую по бюджету и функциям. Только наведите справки – вдруг у предполагаемого получателя уже есть такое устройство. Второй вариант – более новогодний и респектабельный художественный альбом. Хорошие репродукции, безусловно, порадуют даже тех, кто равнодушен к процессу чтения. Бабушке подойдут сказочные полотна Виктора Воснецова, интеллигентной даме – подборка импрессионистов, романтической барышни Сальвадор Дали или Прерафаэлиты. Ну а юному хипстеру – визионерские фантазии Ганса Руди Гигера, автора дизайна для культового фильма ужасов «Чужой». Кстати, альбом можно поставить не только на книжную полку, но и как самостоятельный элемент квартирного убранства и в разные дни недели открывать его на новом развороте. Если же говорить о собственной литературе, то и тут подарочное пространство дает колоссальный простор для фантазий. Пытливому школьнику, презрительно покончившему с Гарри Поттером, подарите краткую теорию времени или теорию всего Стивена Хокинга, пусть пошатнутся его представления об устройстве мира, которое он нехотя усвоил на уроке физики. Проверенным друзьям, которые готовы просидеть долгие вечера над книжкой, подарите увесистый кирпич хорошей прозы. Например, шантарам Грегори Дэвида Робертса. Не за горами экранизация этой книги с Джонни Деппом в главной роли, и вы еще сможете успеть прочитать оригинал до того, как он станет общим местом наравне с каким-нибудь облачным атласом. Ребенку младшего возраста выберите что-нибудь из дизайнерских студий изумительного французского художника, психолога и педагога Эрве Тюлле. Битва на карандашах, большая-пребольшая раскраска, книга занимательных игр «Каляки-маляки» или его же «Живая книга» – прекрасная возможность увлечь ребенка рисованием по самым прогрессивным методикам. Итак, выбирайте подарок, поздравляйте родных с Новым Годом. С вами была программа «Дай почитать» и я ее ведущий Борис Павлович. До новых встреч с хорошими книгами. Дай почитать!